Добрый день дорогие друзья мои подписчики сегодня я расскажу почему я не поехал посмотреть Крымский мост дело в том что 16 числа и 17 я работал но все таки от Ставрополя ехать в Крым это довольно таки по моим меркам далеко есть у меня желание конечно туда съездить хочу я побывать в Севастополе до Севастополя я посмотрел где-то около 800 километров надо проехать поэтому я посмотрел видео других блогеров посмотрел Крымский мост и поэтому решил я поехать все таки в летнее время потому что отпуск у меня будет в июле месяце ну не знаю в июле месяце я поеду или нет но еще я хочу отпуск вторую половину отпуска взять осенью обычно я беру в сентябре месяц вторая половина отпуска у меня получается 21 день и скорее всего от осени мы поедем в Крым с дочкой в общем-то и жена хочет туда поехать но я не знаю ей по жаре нельзя ездить это не онкологическое заболевание поэтому пожаренно себя чувствует плохо и скорее всего что мы вдвоем поедем в общем-то конечно мост очень красивый грандиозное строительство можно познать что это стройка века много до этого я блогов смотрел много украинских осмотрел политиков высказываний об этом мосте в общем говорили что это фикция что мост этот никогда не построят и все остальное в общем негативные отзывы кстати не так давно как вчера я смотрел некоторых блогеров они говорят что начинают все это видео удалять главное что мост построен и крымчанам теперь проще будет приехать на материк все таки честно говоря на пароме я не хотел туда поездить где-то стоять ждать этот паром можно конечно было это все по интернету заказать в общем он по Крыму намотал 700 километров везде побывал посоветовал мне в Судак поехать там отдохнуть ему там понравилось я посчитал так что паром это не мое в общем то я собирался в Крым поехать в следующем году молодцы строители конечно что построили его раньше на полгода что-то около двух лет его строили я считаю что это рандиозная стройка не то что в сроки уложились да даже на полгода раньше пустили движение сквозное сквозное стомане на Крым вообще-то с Крымом мне очень многое связывает во-первых оттуда идут мои корни что по материной линии что по материной линии в Ставрическое губернии были переселенцы сюда в Ставропольское потом губернию приедут по отцовой линии вообще не сам из Крыма тетка мне в Керчи жила правда я ее никогда не видел хотел 10 после 10 класса к ней поехал обещал дядька меня взять туда но так что-то не получилось но вообще в Керчи мне получается что живут там родственники это сестра моего отца ну кто второе мне отец нам служил был моряком базируясь в Севастополе и атлет он там прослужил был командором зенитного орудия надводный корабль у них был много я слышал морских баек морских рассказов но самое главное морских писем но всегда он моряком так и остался даже по улице идет моих друзей видит говорит привет морякам такой с юбором у меня батя был конечно сейчас правда его нет онкологическое заболевание у него нашли в 90 году он умер сейчас конечно медицина намного больше продвинулась потом его наверно вина был не захотел операцию делать так что в этом году мы побываем на Крыме в принципе отец его никогда украинским Крым не считал во первых когда он служил говорит пошли мы в плавании а по морю как известно ходят был Крым российские сплавания пришли говорит Крым стал украинский на особого значения тогда это не имело была одна страна Советский Союз не знаю мое мнение так с барского плеча подарили союзной республике этот остров никто же не знал что Советский Союз развалится в 2014 году в связи с украинскими событиями народ Крыма решил проголосовать за воссоединение с Россией не знаю может моим подписчикам украинцам это не понравится но я просто говорю то что я думаю политика я не лезу она мне не нужна об этом судить должны прежде всего люди которые там живут а именно крымчане а то что мост построили это конечно очень хорошо ну вот хотя бы как сказать мне в Крым ехать тоже не очень как бы удобно у нас же море здесь рядом я на море ездил в Туапсе выезжаю на Туапсе а там я уже смотрю куда мне ехать ну в том году я в Агое был два раза кстати ездил в августе в сентябре до Туапсе 360 километров до Крыма наверное километров 700 что ж ты дядя мне сигналишь машина останавливалась так что в том году я в Агое побывал один раз а второй раз у меня уже круиз был остановились мы в Агое но скорее всего поеду я в Лазаревское все таки я там раньше отдыхал а я 7 лет подряд там отдыхал думаю в этом году и туда поеду обязательно в Крым конечно съездить просто непонятно вот позиция людей вот они писали что этот мост нельзя построить все что угодно писали и что опоры там лопнуты и все остальное ну что такое какие только пакости не писали для чего это я не понимаю ведь Крым был украинский украинский и никто его назад никогда не требовал туда же надо было вкладывать деньги посмотрите в последнее время как у нас вообще в стране идет строительство во-первых Олимпиада была космодром построен сейчас чемпионат мира по футболу стадионы строят я говорю уже не говорил о во всем другом даже был конфликт с Чечнёй Чечнё восстановили грозный как отстроили почему об этом говорю потому что у меня в соседе соседи по даче были беженцы чеченцы вложили туда деньги отстроили город Путин плохой а чем Путин плохой ворожил свою страну ну что Россия всегда была лакомый кусочек для европейских скажем так стран да ну что воровство конечно было и при строительстве стадионов когда была Олимпиада и космодром судебные дела завели посмотрим что будет с Крымским мостом может даже и здесь было воровство в общем то очень рад за крымчан что не надо им там на паромах паром этот ждать кстати смотрел много блогов люди с радостью встретили это событие специально туда поехали извините я туда не смог поехать но думаю летом я обязательно туда съездю и проеду по крымскому полуострову заеду в Севастополь посмотрю где служил мой отец я вообще по Крыму попробую поездить конечно кто живет в Крыму или даже в Краснодаре почему бы туда не поедут в Крымске для меня это все таки далековато тем более у меня работает она была отбрашиваться с машины ну и с работы чтобы поехать не машине еще раз рад за крымчан пожалуй на этом и все что я хотел сказать вот куча впечатлений даже вот сегодня утром в блоге посмотрел с какой радостью люди встретили это открытие сквозное открытие Керченского моста Крымского моста ночью встали с детьми байкеры там были правда были там нарушения байкеры на мостах останавливались а на мосте нельзя останавливаться язвы тоже нашлись язвы тоже нашлись вы видели что Владимир Владимирович Путин не был присел над ремнем безопасности посчитали это за нарушение движение не было открыто поэтому я считаю что это нарушением не считается я всегда пристегнешь ремешком чуть его освобождаю потому что тубленку зимой затерл надо заметить что ремнем не был пристегнут я тоже смотрел на это внимание не обратил в общем хочу большую выразить признательность строителя и конечно Владимиру Владимировичу Путину у меня кстати там знакомый крыс Крымский мост этот строил зовут его Сашка фамилия он это Друщук он работал вместе со мной ну сделали так чтобы он уволился хороший парень мастером работы вот он уволился в друзьях у меня в одноклассниках смотрю Саня фотографии выставил строит Крым я ему пишу Саняк ты что в Крыму мост строишь да и потом мы с ним чуть попереписывался недавно тоже ему писал я спрашивал когда сквозное движение откроет он к началу летнего периода откроет движение сейчас он кстати в Санкт-Петербурге тоже фотографию выложил в одноклассниках скорее всего что он там в выпуске открыли его 16 мая даже не то что к летнему периоду на весной открыли еще на очередь будет железнодорожные пути сейчас движение открыто для автобусов и легкового транспорта вот и все о чем я хотел рассказать дорогие друзья всем счастливых просмотров у кого есть желание конечно поедете посмотрите этот Крымский мост и возможности конечно у кого есть на этом все roof из-за этого сука о еще в